Здравствуйте! С вами программа «Ладушки». Всем нам хочется узнать секрет воспитания счастливых и полноценных детей и не тратить время на изучение детской психологии. Но, к сожалению, такого секрета нет и учиться все-таки придется. Благодаря таким специалистам, как Валентина Паевская, родителям становится доступен огромный объем информации о воспитании и развитии детей. Сегодня в передаче мы поговорили с Валентиной о детской психосоматике. Действительно ли большинство болезней вызвано тем, что родители не уделили должного внимания своим детям, использовали физические наказания или нанесли психологическую травму своему ребенку? Ответы на эти вопросы в нашем сегодняшнем выпуске. Валентина Паевская – практикующий детский нейропсихолог, специалист по раннему детству и дошкольному возрасту. Среди подопечных Валентины как здоровые дети, так и дети с психическими отклонениями и расстройствами. За 10 лет практики она провела более 800 семинаров и тренингов, где приняли участие около 2000 родителей. Помимо этого, Паевская также активно проводит практическую работу с детьми и консультирует родителей. Здравствуйте, Валентина. По традиции хочу начать нашу передачу с благодарности за то, что вы нашли время и пришли к нам на интервью. И тему для нашей сегодняшней беседы я выбрала достаточно актуальную и, думаю, близкую вам как нейропсихологу – это психосоматика. Но поговорить на эту тему я хотела бы не с традиционной точки зрения, когда психосоматику видно на поверхности. Ну, допустим, родители ругаются, ребёнок всё это слышит и, соответственно, начинает болеть в результате. А посмотреть на психосоматику с позиции временных отрезков больших. Если мы возьмём ситуацию, когда ребёнок пережил какую-то смерть, ну, допустим, дедушка любимый очень близкий ушёл из жизни, и никто ребёнка в этот момент не поддержал. Либо, опять же, какой-то развод болезненный достаточно, или просто травля в школе, которая имела какой-то постоянный характер. Возможно ли, что эти события отразятся на ребёнке уже во взрослой жизни? Если так случится, что болезнь станет выгодой, и ребёнок приобретёт для себя какие-то функции этой болезни положительные, то да, такое вполне возможно. Но если мы говорим про психосоматику, достаточно популярная тема на данный момент, потому что все стали читать психологию, все стали искать причинно-следственные связи, и очень удобно сказать психосоматика. Ну, давайте говорить откровенно. Психосоматику мы подразумеваем тогда, когда человек заботится о своём здоровье. И очень часто задает вопрос, а как понять, психосоматика или не психосоматика, например? Очень просто. Если вы следите за своим здоровьем, вы никогда не растеряйтесь и будете понимать, это психосоматика. Вот я сейчас заболела не потому что, скажем так, вирус в городе, а потому что мне эта болезнь выгодна. Но посмотрите вокруг. У нас дети не ведут здоровый образ жизни. Чем они питаются, физическую активность. Посмотрите на то, сколько времени они спят. И говорить о том, что всё, что происходит с детьми, психосоматика, это неправомерно. И даже в ситуации, если умер дедушка, в ситуации, если там родители разводятся, если что-то произошло, мы прежде всего смотрим. А вообще у ребёнка были физические ресурсы. А на самом-то деле, может быть, это не психосоматика, а просто уже перегрузы, да, и когда тело просто хватает всё подряд, все болезни, потому что оно само по себе какое уставшее, само по себе слабое, и само по себе незакалённое. И поэтому вот эта современная мода, употреблять это слово психосоматика, я всегда говорю, вот если вы ведёте правильный образ жизни, если ваш ребёнок ведёт правильный образ жизни, и действительно что-то произошло, и ребёнок забыл, мы можем сразу сказать, ну да, психосоматическая какая-то история. Сейчас очень любят многие к аллергии также относиться, да, сколько детей аллергиков, говорят, психосоматическая, начитаются разные значения, там, откуда это может быть, принятие, непринятие мамы, там, и прочие вещи. Я всегда в таком случае говорю, генетику почитайте, посмотрите, как бы, откуда берётся аллергия с точки зрения, там, других факторов, и уже сделайте, как говорится, общее представление на тему того, психосоматика это или просто это условия среды, которые, собственно, запускают реакции. Потому что сейчас вся персонализированная медицина, она заточена на то, что мозг и тело едины. Взаимосвязь работы головного мозга и психики, они неразрывны, да, то есть нельзя говорить, что психика влияет на тело, то есть отдельно, и тело влияет на психику в том числе, да, и, соответственно, если есть у нас ещё показатели физиологии, которые нельзя в современном мире списывать со счетов, то здесь ещё большой вопрос, а психо или соматика, а не наоборот ли, не от тела ли идут все проблемы, когда мы все вечно уставшие. То есть вы хотите сказать, что люди иногда из крайности в крайность переходят? Да. Либо всё списывают на то, что только... Вирус, да, или на то, что, скажем так, психика. Все пытаются разделить всё, но это неправильно, потому что у нас есть полная взаимосвязь, да, мы единое целое. И очень отрадно, что сейчас специалисты всё-таки приходят вот этому консенсусу. И в самом начале мы проверяем физику всегда, и только потом делаем упор на психику. Вот, например, если у ребёнка инурез, первым делом мы идём всё равно что проверять? Физику. Нет ли какого-то воспалительного процесса, да, и только потом, когда врач уже там проверил кучу всего, говорят, идите к психологу, например, да. То есть всегда всё начинаем с физики. Но с физики очень многие не задумываются о том, что как сон влияет, да, насколько он глобально несёт в себе значение, да, для здоровья человека в любом возрасте. То же самое питание, да, там, те же самые прогулки кислорода, да, это же мозговая активность, да. Представьте себе, ребёнок не гуляет там в течение месяца, сидит дома перед телевизором. Или взять активного ребёнка, который целыми днями пропадает с мечом на улице. Мы увидим разные совершенно показатели работы головного мозга. Поэтому тут всё взаимосвязано очень сильно, и психосоматика – это слишком просто. Ну, всё-таки, если возвращаться к этой теме, как вы считаете, вот серьёзная травма, пережитая в детстве, она может как-то вылезти в будущем? Конечно, это очень часто. Иногда это могут быть ситуации, я не знаю, трёх секунд. Да, и такие примеры я прихожу на семинарах. Может быть, вы даже помните, я рассказывала про девочку, у которой 9,5 лет и нурез, а всё началось с того, что её толкнул мальчик в детском саду, да, и она приобрела свою выгоду определённую. То есть иногда есть, ну, скажем так, многие такие моменты, которые действительно детям выгодны, которые уходят во взрослую жизнь. Каждый раз, когда я заболеваю, мама оставляет меня дома, я не иду писать контрольную. И каждый раз, когда я потом выйду на работу, буду сталкиваться с отчётами, я тоже буду болеть, потому что для меня это очень хороший способ не напрягаться. А приведём такой пример, где всё-таки нездоровые отношения в семье. Ну, например, папа алкоголик. Очень часто встречаются такие, да, семьи у нас. Папа алкоголик, мама не уходит из семьи, терпит ради детей. Ребёнку нужен отец. Какая здесь выгода у ребёнка? Это очень сложная тема. И это тоже созависимость. И там вся семья созависима друг с другом. И ребёнок вырастет тоже будет созависимый. Да, и, соответственно, это очень сложные такие комбинации. То есть это следствие того, что ребёнок видел пример созависимых отношений, тоже в них вступил, и, соответственно, это передаёт... Он участвовал в них. Он не то что вступил, у него не было выбора. И он уже созависимый. Это надо всегда отрабатывать с психологом. Если в семье был алкоголик, соответственно, человек, который вышел из этой семьи, это обязательно надо отрабатывать с психологом для того, чтобы не воссоздать уже в будущей жизни похожие сценарии. Угу. А вот отсюда же следует вопрос. Если в семье был алкоголик, но при этом ребёнок во взрослой жизни алкоголиком не стал, он достаточно успешный, но может эта созависимость выразиться в каких-то других вещах? В отношениях со своим партнёром. Да, и потом всё-таки вы не забываете, жизнь длинная, и обычно всё равно приходит к тому, что в новой семье кто-то начинает употреблять алкоголь. Это может быть не обязательно этот же ребёнок, да? Он может вынудить своего партнёра начать пить. Как вариант. Опять-таки, вариантов очень много. Угу. То есть здесь обязательно нужно прорабатывать с психологом? Ну, для этого у нас и есть социальные службы поддержки населения, где работают бесплатно психологи, помогают людям. Психолог доступен всем. И если вы, например, не можете пойти к платному специалисту, в каждом городе есть службы поддержки населения, где работают специалисты, которые помогают. Просто нужен запрос. Вот и всё. И мы живём, и слава богу, уже не в вакууме, да, и поэтому помощь доступна всем. Я просто очень бы хотела, чтобы люди это знали. Отличаются ли последствия стресса у девочек и у мальчиков, как вы считаете? Всё зависит от стресса, зависит от типа нервной системы. Может, мальчик со слабой нервной системой очень остро отреагирует, да, а девочка с сильной нервной системой может слабо отреагировать на стресс и наоборот. Тут надо смотреть уже непосредственно на ребёнка. Берём двух детей, да, у обоих было трудное детство. Но один ребёнок во взрослой жизни получился очень успешным, его как будто бы это трудное детство закалило и сделало сильным, эмоционально устойчивым. А второй ребёнок, ну, наоборот. С чём это может быть связано? С генетикой в том числе. Потому что когда были, опять-таки, проведены исследования, я не назову сейчас точно их название, было показано, что действительно есть гены, которые отвечают за стрессоустойчивость. И то, что для большинства будет, скажем так, переживаться очень остро и сильно, и человек сядет и ничего не будет делать. Других, наоборот, закаляет и заставляет двигаться вперёд. Всё очень индивидуально. Да, очень индивидуально. И стрессы индивидуальны, и установки индивидуальны, и ресурсы индивидуальны. Да, и, соответственно, нельзя сравнивать двух детей и животных. А вот отсюда следует вопрос. Есть мнение, что незначительный негативный опыт, но от которого, наверное, ни один ребёнок не застрахован, он, наоборот, закаляет характер. У нас есть понимание, что есть стресс негативный, а есть стресс положительный. Без положительного стресса, ну, собственно, личностный рост невозможен. Да, даже есть такое понятие, там, тоже Дональд Трамп, он говорит, если у вас нет проблем, значит, всё плохо. И, соответственно, если вы откроете педагогику, там тоже самая наша заветная фраза – нет напряжения, нет развития. Да, и, соответственно, есть хороший стресс. Это стресс, подходящий к возрасту ребёнка, да, который… Мы понимаем, что, да, тебе надо это, там, преодолеть себя и сделать вот это. И мы понимаем, что это пойдёт ребёнку на благо. А есть стрессы незапланированные, да, например, как развод родителей, которые, понятное дело, неизвестно, каким образом выльются. И, соответственно, этот стресс, ну, скажем так, не очень хороший. Например, стресс перед контрольными работами, стресс перед экзаменами, он положительный считается. Почему? Потому что ребёнок в итоге пишет контрольную работу, в итоге сдаёт экзамены, и в итоге он всё равно получает свой балл, результат этого всего, да, то есть конечную точку. Поэтому стресс мы считаем положительным. Ну, вот если взять ЕГЭ, который сейчас… Ну, все родители просто трубят, да, и как только начинается пора экзаменов, что дети просто не выдерживают вот этой нагрузки стресса. А знаете, почему не выдерживают? Вот я вам так хочу сказать, не выдерживают прежде всего из-за паники родителей. Потому что если бы родители относились к школьному образованию и к этому ЕГЭ спокойно, и не травили бы детей на протяжении всей школьной жизни, о том, что ЕГЭ не сдашь, и учителя, как делают с первого класса, да, сейчас начинают пугать детей экзаменами. Вот, ну, в этом году у нас мы делали опрос в соцсетях, да, когда задали вопрос, как у вас проходит вот эта пора срезов, да, и родители первоклассников, второклассников писали нам о том, что учительница запугивает и говорит, что не перейдете в следующий класс. Если не напишите эту работу, это была просто проверочная работа. И, соответственно, вот этот стресс, это плохой стресс, который создают сами родители. Сами экзамены как таковые, если… Сам экзамен, вы помните, как мы сдавали экзамены, да, нас же никто там так не запугивал, мы там всю школьную жизнь не ждали, что вот, мы будем там что-то писать. И нормально, столкнулись с экзаменом, выучил, сдал, все, пошел. А здесь получается, что этот стресс создают взрослые. А, соответственно, если ребенок живет в семье, в который родители говорят, ЕГЭ – это обычный экзамен. Мы тоже сдавали экзамены. Да, от этого зависит, в какой университет ты поступишь. Но у нас тоже наша оценка зависела от того, в какой университет мы поступим. Но это не страшно, в твоей жизни еще экзамена будет очень много. Ну, как бы поспокойнее к этому. То есть, понимаете, тут зависит еще от того, что родители хотят от образования, да. Они хотят, чтобы ребенок просто сдал экзамен или действительно что-то знал. И что для них значит вот вся история, связанная со школой и с обучением. Нет общей фразы, как себя вести правильно, да. В любом случае, надо дать ребенку возможность выражать свои эмоции. Это, наверное, единственное, что я могу сказать. Это разрешить ему поплакать, разрешить прийти, обнять себя, разрешить сказать о своих эмоциях. Потому что, как это ни странно, современным детям нужно разрешать это делать. Настолько дети привыкли, что родители в гаджетах, они в гаджетах. Они даже не умеют словами даже эмоции-то выражать, проговаривать. А уж выразить эмоции, что так можно, и так можно, и вот так можно, это для них вообще темный лес. И на самом деле, в любой сложной ситуации главное подойти, обнять ребенка и сказать, я тебя очень люблю. Если тебе нужно со мной поговорить, если тебе хочется поплакать, если тебе, ну вот, скажи мне, расскажи мне, что бы ты ни испытывал, и какими бы словами это ни звучало. Да, то есть дать ребенку право на его эмоции. Пускай они будут звучать жестоко, пускай они будут звучать, там, скажем так, не так, как бы хотелось услышать родителю. И ребенок может выражать свою агрессию, да, там, обзываться, там, как-то вот явно себя проявлять. Главное разрешить ему это сделать, высказаться, выплеснуть эту эмоцию. Бывают ситуации, когда, ну, родители сами находятся в стрессе, это может быть связано и с работой. И мама, ну, возьмем маму в нашем примере, может срываться на своем ребенке. Вот в этом случае, что вы можете посоветовать такой маме? Я практик, я сразу хочу сказать, я практик, и я работаю с такими мамами. И, собственно, к сожалению, тенденция такова, что таких мам становится больше и больше. Первое, что я рекомендую всегда, это сходить к эндокринологу, да, проверить свои гормоны. То есть нужна ли помощь, не нужна помощь внешняя. То есть все ли нормально со здоровьем, реально ли она в состоянии себя контролировать. Потому что, может быть, там уже такая ситуация, когда гормоны управляют мамой, а не мама гормонами. И тогда нужна помощь специалиста. Если же мы говорим про практику с детьми, я всегда рекомендую готовить вместе с ребенком. Прежде всего, это пельмени, да, там, где монотонные, да, лепка, там, где идут монотонные движения, во-первых, это расслабляет как раз-таки, скажем так, снимает напряжение. Это сродни медитации. Может быть, поэтому наши бабушки были поспокойнее, потому что им приходилось, скажем так, постоянно что-то готовить. Такое, да, помните, пирожки, пельмени. Вот вся семья сидит и три часа медитирует. Мы уже все обсудили, все молчат, лепят, и всем стало хорошо. Во-вторых, это семейно, мы делаем что-то вместе, да, и в этот момент не обязательно что-либо говорить. Главное, не включайте в этот момент телевизор. Я вот вас очень прошу. Не путайте одно с другим. Вот сели, посадили себя, лепите что-то из теста. Те же самые пирожки, пельмени, там, манты, и вот будет вам счастье. То есть это действительно то, что в практике работает. Потому что приходит мама, говорит, денег нет, к специалисту сходить не могу, мужа нет. Вот, ну вот все плохо, все из ряда вон. Я не буду держать воду 10 минут во рту. Там, я не могу считать, я не могу дышать, я ничего не могу. Я говорю, ну тогда берем тесто, садимся. Я говорю, тесто можешь? Ну, попытаюсь. Ну, вроде сел, говорит, Валя работает. Ну, потому что это все про головной мозг, это про процесс торможения. На самом деле вот такие медитативные штуки, они хорошо работают. Готовьте, вместе готовьте, вместе чаще режьте салат. Раз в неделю режете оливье, раз в неделю или там винегрет, раз в неделю лепите племени, потом вареники, потом пирожки. И, в общем, через готовку, тогда вот через естественную проработку эмоций выходим в стабильное состояние. Ну и, конечно же, спим. Если возникли какие-то проблемы со здоровьем, да, и действительно человек выявляет связь с прошлым, возможно ли что-либо исправить, работая с воспоминаниями, как нейропсихологом? Все зависит от дисциплины клиента. Если у него не будет самодисциплины, если он не будет выполнять рекомендации специалиста, то о каком результате мы говорим. Есть люди, которые приходят к прекрасным результатам без специалистов. Просто осознают, что происходит, и посредством просто чтения литературы прекращают защищаться, просто выстраивают гармонично свою жизнь. То есть на самом деле, когда мы говорим, да, про все что угодно, приучить себя пить воду регулярно, например, это что? Самодисциплина. Да, а это же всего лишь малая часть, которая будет влиять на ту же самую якобы психосоматику. Да, вот обратите внимание, все говорят про большое количество заболеваний, а мало кто пьет воды так, как положено для здоровья. Да, потому что мозг – это тоже вода. И прежде всего мы и для него пьем, для того, чтобы лучше обрабатывать информацию. То есть вопрос только в самодисциплине, без которой никакому человеку, в принципе, жить нормально не удастся. Да, самодисциплина – это, в принципе, основа хорошей такой успешной жизни. Да, потому что если мы сами себя заставить не можем, то а что же говорить о том, чтобы научить детей или справиться с какими-то задачами. И обратите внимание, именно поэтому бесплатные услуги не пользуются спросом, потому что не надо вкладываться. Когда человек вкладывает деньги, когда он вкладывает свой ресурс, только тогда он начинает на это самодисциплинировать, самодисциплиной заниматься и работать на это. Спасибо большое, Валентина, за беседу. Спасибо большое, Юлия. Я думаю, что родителям что-то мы сумели разъяснить в вопросах психосоматики и помочь не тащить эмоциональный багаж во взрослую жизнь. На сегодня все. Завершая сегодняшний выпуск, хочется напомнить, что у современных родителей есть все возможности для того, чтобы расти детей в любви, внимании и достатке. Но для этого необходимо не только обладать информацией, но и применять ее в жизни. Ведь все изменения начинаются прежде всего с себя. А я с вами прощаюсь и хочу напомнить, что все наши выпуски доступны к просмотру на сайте utv.ru. До встречи. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok